Даниэля Букова «Тайны полосатой комнаты». Сказка первая, из которой мы узнаем, почему комната называлась полосатой и чем любят лакомиться лесные феи. В глубине дремучего леса, где белки скачут по ветвям раскидистых елей, а старые ежи греют пузики на солнышке, под широкой липой стояла избушка медведей. На окнах белели кружевные занавески, а из-за дверей вкусно пахло вареньем и ягодной пастилой, которые все лето, день за днем, варила мама-медведица. Лесная ягода поспевает не вся сразу, а строго по очереди. Первый – зреет земляника. За ней смородина, а там уж и до малины с черникой недалеко. Позже всех поспевает клюква, ее приходится ждать до первых заморозков, поэтому кладовку мамы-медведицы называли полосатой комнатой. На верхней полке стояло ярко-красное земляничное варенье, на следующей – смородиновое. А за ним помещалась янтарная абрикосовая с миндальными орешками. Средней полке занимала пастила, а в самом низу стояло ароматное клюквенное варенье. В этом году за клюквой еще не ходили, и нижняя полка была пустая. С самого утра на лужайке возле избушки сновало детвора. Двое непоседливых бельчат, белый кролик с розовыми ушами, озорной лисенок и маленький еж, который был невероятно осторожным и часто сворачивался в клубок на потеху остальным. Сперва играли в жмурки, потом в догонялки. Вскоре зверятам надоело носиться друг за другом, и они собрались вокруг именинника. Стали придумывать, чем заняться. «Давайте собирать цветы», – предложила Белочка. «Вот еще», – возразил ей брат, – «девчоночи забавы. Айда, лучше бабочек ловить», – указал он на пролетавшую мимо изумрудно-зеленую бабочку. «Давайте, давайте», – загалдели малыши и побежали за бабочкой в сторону чаще. Вскоре погоня достигла ручья, переходить через который им строго запрещалось. Бабочка, словно дразняя их, перелетела через ручей и уселась на цветок водосбора. Малыши нерешительно топтались возле воды. «Ну и что же дальше?» – ехидно поинтересовалась Белочка. «А вот что!» – крикнул бельчонок и резво перепрыгнул через ручей. Остальные последовали за ним, и только ежик свернулся клубком, да так и остался лежать на месте. Бабочка, лениво помахивая крылышками, пила сладкий нектар из глубины цветочного кувшинчика. Как вдруг вокруг нее стало темно. Эта мешутка накрыла ее своей кепкой. «Ах, если бы знал в этот миг медвежонок, что поймал не обычную бабочку, а самую настоящую лесную фею!» «Ну-ка, выпустите меня немедленно! Я лесная фея, владывчица заповедных мест!» – послышалось из-под кепки. «А вот и не выпустим!» – задорно сказал бельчонок. «Да, почему мы должны тебя отпускать?» – поддахнул кролик. «И что нам за это будет?» – спросил хитрый лисенок. И только медвежонок ничего не сказал, потому что не на шутку испугался. Он лишь сейчас понял, что они перешли через ручей в заповедную часть леса, куда им ходить строго запрещалось. Ох, и попадет же им теперь! «Что ж, я могу исполнить ваше заветное желание!» «Каждому по одному!» – усмехнулась фея. «Загадывайте!» «Я хочу боксерские перчатки!» – взвизнул белый кролик. «А я пять!» «Нет, десять коробок пастилы!» – пропищала запасливая белка. «Я хочу новый футбольный мяч!» – сообщил бельчонок. И только медвежонок молчал. Он всегда медленно соображал. Вот и теперь, чтобы придумать самое-самое заветное желание, ему требовалось подумать. «Ну!» – сердито торопила его фея. «Я хочу!» «Я хочу!» «Хочу, чтобы никогда не наступала ночь, потому что не люблю укладываться спать!» – проревел наконец Мишутка и выпустил бабочку-фею из-под кепки. «Бегите домой! Ваши желания исполнены!» – все! – промолвила смеясь лесная красавица и рассыпалась в воздухе миллионам светлячков. Веселый гурьбой малыши побежали домой. «Что вы думаете?» – фея их не обманула. Каждого в комнате ждал подарок. Но основной сюрприз ожидал всех с лесных зверей ближе к вечеру. Ночь и не собиралась наступать. Солнце, как в полдень, высоко висело над горизонтом. Птицы распевали во весь голос дневные песни. Ночные звери, высунувшись было из своих нор, щурили глаза на свету и, недоуменно пожав ключами, отправлялись обратно спать. Уже был съеден яблочный пирог и перемыта посуда. Уже доели пять коробок пастилы, которые Белочка щедро угостила всех друзей. Остальные пять она положила в кладовку, но потом. Но сумерки не наступали. Ох, и веселье тут началось! Зверята пели и плясали, ведь им теперь не надо было расходиться по домам, ужинать и укладываться спать. Больше всех радовался Мишутка. Он бегал по лесу и громко распевал. Больше нам не надо спать, незачем стелить кровать, заправлять и расправлять, утром в детский сад вставать. Надо сказать, что Мишутка, к тому же, не любил рано вставать, поэтому вечный день казался ему самым прекрасным подарком на свете. Если нет ночи, то нет и утра. Порядок оказался нарушен, и вся налаженная жизнь обитателей леса пошла вверх тормашками. Первой забила тревогу мама Бельчиха, ведь у нее, кроме старших, было еще трое малышей, которые капризничали и хотели уснуть, но яркий свет и гомон птиц никак не позволяли их уложить. «Когда наступит вечер?» – спрашивала она, каждые пять минут выглядывая из дупла. За ней забеспокоились птицы. «У нас болят горлышки», – жаловались они. «Мы пели весь день, мы хотим отдохнуть, но ночь никак не наступает». Вскоре весь лес наполнился недовольными голосами. Жаловались дятлы, у которых разболелась голова. Щурилась на солнце и ухала голодная сова, которой положено охотиться только ночью. Сонные бобры один за другим падали в воду и сердито отряхивались, выползая на берег. Енот, уснувший прямо на пеньке, ушиб лапу и сопел теперь обиженный сердито. Сколько неприятностей, оказывается, может произойти, когда мы, загадывая желание, не думаем о других. Вскоре и наши зверята устали. «Это все ты затеял», – сказал Бельчонок, указывая на Мишутку. «Из-за тебя не спит моя мама и Бельчата». «Это все он затеял, он, он», – подхватила сорока, пролетавшая мимо. Все услышали громкую сороку, и в лесу воцарилась тишина. «Я все исправлю», – вскрикнул испуганный Медвежонок и побежал в сторону ручья. Мишутка бежал, не разбирая дороги. Кусты ломались под тяжестью его шагов, кузнечики и маленькие птицы испуганно разлетались, услышав, как кто-то продирается сквозь чащу. Несколько минут, и Мишутка уже стоял в ручьях, где они неосторожно поймали фею. «Странно, здесь ничего не изменилось». Фея по-прежнему сидела на цветке водосбора. «Пожалуйста», – закричал Медвежонок, – «пожалуйста, верни все, как было». «А что мне за это будет?» – лукаво осведомилась фея. «Я не знаю», – заикаясь, промолвил Мишутка. «А чего ты хочешь?» – вдруг кто-то спросил из-за кустов. «Ну, конечно, это был маленький еж, про которого все забыли. Оказывается, он так и лежал на берегу, свернувшись клубком, потому что уснул». «Чего хочу я?» – фея задумалась. «А, знаю, я хочу самого ароматного, самого вкусного клюквенного варенья, которое варит мама-медведица». «Но прошлогоднее варенье уже закончилось, а новое мы еще не сварили», – беспомощно сказал Мишутка. Он точно помнил, в полосатой комнате последняя, самая нижняя полка была абсолютно пустая. «Значит, подождем, пока сварите», – сказала фея, и собралась было улететь, как вдруг маленький еж снова подал голос. «Но ты еще не исполнила мое желание». «Что ж, загадывай», – согласилась фея. «Хочу, чтобы все вернулось, как было, чтобы день сменялся ночью, и в лесу установился порядок», – выпалил еж. «А вареньем мы тебя просто так угостим», – добавил он. Еж, как видите, хоть и был колючий, но имел доброе сердце и думал не только о себе, но и о своих друзьях. И в лесу сразу стало темно. Когда сонный медвежонок вернулся домой, мама-медведица подумала, «Наверное, ему не хватает колыбельной, иначе почему он так не любит ложиться спать?» Она села на стульчик рядом с его кроваткой и запела. «С неба ночь спускается, долгожданной сказкою, Добрая сбывается, баю-бай мой ласковый, Спеют сны душистые звездную малиною, Глазоньки искристые закрывая, любимый мой, Млечную дорогую месяц в старых валенках Бродит над берлогою, засыпай, мой маленький, Заметает звездочки белую поросшую, Дремлют птицы в гнездышках, спи, ты, хороший мой». Последнюю строчку она пропела тихо-тихо, Потому что сама заснула в кресле качалки. Заснули все, утомленные лесные птицы, Звери, насекомые, Осовые летучие мыши затеяли на радостях хоровод, Мелькая между деревьев и стараясь не шуметь, Чтобы не разбудить дневных животных. Проснувшись по утру, Малыши взяли корзинки и дружно отправились собирать клюкву, Ведь обещание надо выполнять.